Привет, народ! Добро пожаловать на мой такой мини-обзор. Только что закончили смотреть супербол. Сори, тут кромакий сжирает мою футболку. Я бегом пытаюсь донести последние, и самые свежие новости. И во время супербола нам показывают очень прикольные рекламки, а также дополнительно еще показывают разные трейлеры к фильмам. Показали трейлер Infinity War, новая нарезочка, потом показали Звездные войны, выходит 25 мая, вместо того, чтобы до целого дорождества ждать. Так что это тоже отличный плюс и подарок партюрского периода, но больше всего, что меня порадовало, это, конечно, трейлер к Миру Дикого Запада. Полноценный трейлер, до этого был только тизер, но что не понравилось, вот дата, апрель 22. Я что-то надеялся, что будет в марте, но 22 апреля мы с вами начнем смотреть Мир Дикого Запада. Теперь, что нам показали в трейлере, давайте очень быстренько пройдемся. Детально вряд ли у меня получится сейчас вот сразу с хода разобрать, но, по крайней мере, какие-то некоторые стоп-кадры, которые зацепили мой глаз, мы с вами сейчас обговорим. До этого кадра, которые мы видим, в основном пейзажи. Вот это первый интересный такой кадр, который привлекает внимание. Во-первых, мы видим, что, помните, да, писался сценарий про то, что там ковбои, индейцы и индейцы, которые были выкрашены такой как известью. И мы помним момент, да, почти что под конец сезона, когда один из охранников, он оказался окружен толпой таких вот индейцев. Именно прикольно посмотреть, что будет противостояние не просто ковбои против индейцев, знаете, которые то, что уже почти клише, а тут мы будем видеть людей с настоящим оружием, там, с пулеметами против индейцев. Прикольный, да, поворот? Прикольно был поворот, когда там, допустим, ковбои были против инопланетян, а тут индейцы против современного оружия, пулеметов. Посмотрим. Это момент Мэйв. Это, опять-таки, помните, заставка, трейлер, который они всегда крутили, когда ты только приезжаешь в корпорацию, да, кране там рекламные ролики показывали. И именно вот этот момент, когда дочь Мэйв берет ее за руку, и он часто ей снился во сне, так что именно из-за этого Мэйв и возвращается обратно. И она пытается найти свою дочку. У нее координаты, где именно робот ее дочери находится, в какой именно локации. На заднем плане Долорес говорит о том, что это замечательный мир, красивый мир, но этот мир, который создали вы, но мы его разрушим, и из этого пепла мы создадим новый мир, наш мир. Это такой основной посыл. Мы видим, здесь бегут стадо быков. Кстати, вот здесь, помогите мне определиться, мне так кажется, что это наш главный герой, возлюбленный Долорес. Только зачем он занимается ранчо, когда они должны заниматься войной. И потом мы очень классно видим вот этот переход с того, что тут он загоняет быков в стойло. Пора на стойло, холодильник в дом. Эй, 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 гали, гали. Вот, и тут мы видим, появляется уже не натуральное освещение, а такое более холодное. Чувствуется, что лампа, но пока что мы еще, в принципе, не знаем, что произойдет. Только чуть-чуть дальше, когда просмотрим трейлер. Теперь тоже картины и пейзажи. И мы видим, что здесь на лошади это Мэй вскачет. Скорее всего, она пытается найти, где именно ее дочь находится. Теперь уже опять переходим на буйволов. И теперь очень классный момент, как буйволы внутри уже этого помещения. Вот это тот самый экран, на котором показываются рекламные заставки. Это против этих роботов-буйволов. Прикольно, да? Все равно, вот согласитесь. Одно дело видеть, допустим, животных-зомби. А другое совсем дело видеть машина-зомби-робот наполовину недособранный и бык. И оцените, даже посмотрите по этому трейлеру, какая четкая компьютерная графика. Теперь интересный момент. Помните, мы с вами в тизере разговаривали, что непонятно, почему Бернард, он находился в одной машине с охранниками и с хранителями территории. Может быть, Бернард, он тоже пришел до своего такого периода, до этой точки. И он решает, вместо того, чтобы встать на сторону роботов, он решает занять сторону людей. И в подтверждении этого кадра мы увидим еще несколько моментов. Хотя, хотя по другую сторону, но мы увидим, что он будет союзником вместе с Долоресом. Тут вот, конечно, очень сложно понять. Теперь вопрос о вот этой большой водной территории. Мне так кажется, и мы уже вроде бы где-то когда-то это обсуждали, но я повторюсь, что именно эта водная территория, она разделяет между собой, может быть, мир Дикого Запада и мир самураев. Или же там еще другие парки. Каким-то образом другие парки, они все находятся по разную сторону воды. И я помню из прошлого трейлера, когда Бернард, он проходил по берегу, мы видели, что там тигр-тигрица лежала. В мире Дикого Запада тигрицы быть не может. Так что, может быть, что-то где-то кто-то умирает, и мы видим, как течением, да, течением выносит людей на берег. Моя первая мысль была, ага, может быть, это мертвые люди, да, которых убили там на том банкете. Но когда начинаешь присматриваться ближе, одежда и костюмы вроде бы как более похожи на время именно мира Дикого Запада, нежели чем тех людей, которые были на банкете. Теперь, я могу ошибаться, но мне так кажется, что это отец Долорес. Кстати, народ, это не то, что там, о, Твистер, дурак, ты не понял. Нет, весь замысел вот этой видюшки для того, чтобы если я что-то не заметил или что-то понял неправильно, чтобы вы в комментариях меня поправили, тогда мы все вместе сможем лучше подготовиться к новому сезону. Нам будет проще, проще понимать, что именно происходит. Так что, если где-то я в чем-то не прав, то не бойтесь поправлять, и таким образом мы сможем с вами прийти к истине. И загадку так разгадывать намного интереснее все вместе. Так что, попробуем повторить то, что было в первом сезоне ко второму. Теперь мы видим солдаты, или же это конфедерация опять, или же их уже начинают перепрограммировать, или же им нужно будет воевать против них. В общем, посмотрим. Теперь вот очень интересный момент, который как бы идет в поддержку той теории, что Бернард с людьми. Сзади него медленно крадется такое безликое существо, безликий клон, безликий андроид, робот, у которого совершенно нет лица. И они начинают воевать. Там чуть позже мы видим, как он хватает этого Бернарда и разбивает им какое-то техническое приспособление. Так что, с чего бы роботу атаковать Бернарда, если он не на их стороне? В общем, интересно будет увидеть. Потом мы видим очередной банкет. И на этом банкете, если я не ошибаюсь, давайте, может, очень-очень-очень похоже на брата человека в черном. Мы-то видели в последний момент, какой мы видели про него? То, что человек в черном, посадил его на лошадь голым и хлопнул лошадку по попе и отправил в счастливое будущее. Вот это, посмотрите. Так, тут какой-то момент вот с глазами. Кому-то зажимают рот. Посмотрим. Так, видим, человек в черном. По идее, он самый счастливый сейчас. Потому что то, чего он так сильно хотел и так сильно желал, чтобы машины взбунтовались и пошли против, оказывали достойное сопротивление. Пожалуйста. Хотели? Получите. Вместе с ним. Кто именно вместе с ним находится, очень сложно понять, потому что картинка размытая. Теперь мы видим, это еще одна крутизанка, которой должны были просверлить мозг и перепрограммировать. Но вроде бы как Мэй вмешалась. Так что я не до конца понимаю, в какой стадии она находится. Или она вот с промытыми мозгами, но все равно ей можно манипулировать. Но мы видим, что она наблюдает через стекло. Просто сражаются между собой. Дерутся между собой и андроиды. Так. Теперь опять-таки момент. Буйволы разносят мужиков с оружием. Очень красиво. И очередной очень красивый момент. Мы видим, как Мэйв идет. И это, я не думаю, что это самый первый эпизод теперь. Мне казалось, что это самый первый эпизод. Но Мэйв сейчас вот именно здесь. Она одета немного по-другому. Такой вроде как плащ. Станишки. Ботинки. А вроде пыталась уехать. Была одета более цивилизованно. Теперь опять-таки история с индейцами. Что именно там будет за завязочка. Мы видели этот самый момент из тизера, где Долорес отстреливает с ружья на ходу. Отстреливает людей. Потом мы видим этот салон, около которого происходил банкет. Видите, люди, члены директоров. Нет, не члены директоров. Совет директоров. Совет директоров. У них проходил здесь банкет. И они были одеты не так. Не по-ковбойски. Это именно здесь, где произошла перестрелка. Очередной момент. Непонятно, что это такое. Долорес и Бернард вроде как друзья. Может, он прикидывался. Может быть, он прикидывается здесь для того, чтобы втереться ей в доверие. В общем, подождем, увидим. Будет интересно. Теперь пошел снег. Мне так кажется, это снег пошел не в мире дикого запада. Мне кажется, это мэйв пошла в другой мир. Кажется, люди одеты в такие, знаете, как самурайские туники с поясом перевязаны. Так что, мне кажется, может быть, это она находится в мире самураев. Помните, про Вайта говорилось? Вайт, Вайт, Вайт. И там была такая группировка, которая, ну, прям жестко разделывалась с разными роботами. Они там находились, прятались, и они захватили, были в свое время в плен возлюбленного Долореса. Так что, кто именно это? Что они думают? Или же это люди, которые пытаются оказать сопротивление? Или же вот это эти роботы, мутировавшие? Посмотрим. Потому что, помните, в самом конце вышла такая группа вот таких вот непонятных роботов, которые непонятно как были одеты, с разными дырками, не заштопанные до конца. Вот. И они выходили из лесу, и они именно подстрелили были человека в черном. Так что, скорее всего, это вот они. Теперь очередной этот момент, где робот борется с Бернардом. И это именно та фраза, в которой Долорес говорит. Это наш мир. И 22 апреля. Так что ждем еще два с половиной месяца. Но, по крайней мере, это даст нам время для того, чтобы закончить смотреть оскаровские фильмы и их разбирать. Так что на сегодня мой дозор, обзор, разбор окончен. Пишите ваши комментарии. Будем сверяться с мыслями и двигаться дальше. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова